2 декабря прошлого года распоряжением городской администрации был утвержден план мероприятий по инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Нефтьюганска. Рабочей группой, в состав которой входили представители структурных подразделений администрации города Нефтьюганска, депутаты Думы города Нефтьюганска, а также представители ресурсособжающих организаций города Нефтьюганска, проведено 133 выездных обследований нестационарных торговых объектов. Основными нарушениями, выявленными в ходе инвентаризации, являются самовольные занятия земельного участка, нецелевое использование территории. Некоторые индивидуальные предприниматели нарушают земельное законодательство, сдавая прилегающий к своей собственности участок под размещение ларьков. В связи с чем служба муниципального контроля в прошлом году еще была инициирована работа и направлена в департамент градостроительства по освобождению земельного участка от данных нестационарных объектов и понуждение использования его по целевому назначению. Выездные обследования проводились не только относительно объектов, размещенных на частной территории. Проверка коснулась также киосков, расположенных на землях общего пользования и придомовых территориях. Больше всего таких нарушений у нас на придомовых территориях, где управляющие компании предоставляют в аренду под размещение нестационарных торговых объектов, которые находятся в охранных зонах. Так, в 16-м микрорайоне установлен факт незаконного размещения ларька. Судебные приставы уже возбудили исполнительное производство и на данный момент осуществляют контроль за объектом. Есть решение собственников. То есть, казалось бы, в рамках жилищного законодательства оснований, говорит, что он установлен незаконно, нет. Но при осмотре территории выяснилось, что НТО где-то выходит на землю общего пользования, где-то под нестационарными объектами располагаются инженерные коммуникации. В соответствии с положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории Нефтьюганска, утверждённым постановлением администрации города от 14 мая 2019 года номер 88 НП, не допускается размещение киосков на инженерных сетях и коммуникациях. Данное нарушение является основанием для демонтажа объекта. Нарушителями могут стать и владельцы ларьков, расположенных на землях общего пользования. В случае, если торговый объект находится на муниципальной территории, но не включён в схему размещения НТО, 37-й статьёй 102-го окружного закона предусмотрена административная ответственность и штраф.